На территории башенного комплекса Пуев-Джиравском районе открылся музей. Старинная башня, свидетельница многовековой истории, теперь хранит бесценные свидетельства жизни прошлых поколений. Среди экспонатов, предметы быта, оружие, ювелирные украшения, фрагменты керамики. Все это увидела Тамара Хашагульгова. При довольно вот такой целый даже, почти целый кувшичок, он был слегка разбит. Видимо, тризну справляли, поминали в склепе человека, оставили его. Вот мы его склеили. Вот такой замечательный сосуд получился. Музей под открытым небом. Горная Ингушетия поражает своей величественностью. И так можно сказать не только про горы, реки и леса, но и про целые башенные комплексы, которые прекрасно дополняют этот природный ансамбль. Ну а что насчет музея внутри средневековой башни? И такое возможно. Пожалуйста, закольники, которым работали мастера, чем они делали чеканку этих башен? Вот, пожалуйста, мастерок, которым они работали. То есть без всяких фантазий вот мы доставим ту материальную культуру, которая здесь присутствовала. Вот игральные шарики из керамики. Ну чайничек еще вот 30-х годов, крышечка от него. Опять-таки противовес от какого-то механизма. Швейная машинка, чайка, видимо, того времени от нее деталька декоративная. Здесь, например, жевала от уделов лошади. Очень много предметов, связанных с коневодством. Новая жизнь для уникальных памятников истории – увидеть миниатюрную наковальню и ювелирные молоточки, орудия труда и керамическую посуду, украшения средневековых горянок. Экспозиция музея посвящена истории и культуре ингушского народа. А его экспонаты – это артефакты, найденные во время раскопок на территории самого башенного комплекса Пуй. Чажный крюк. Вот таким крюком доставали котел. Цепь подцепляли, котел подтягивали из огня. Притом это очень древняя традиция использования таких вот крюков. Они еще известны со второго тысячелетия Данашира. Раньше они были из бронзы. А тут, видите, кованые, крученные, декоративные. Ну, этому крюку, я думаю, приблизительно лет 150-200. Ну, вот есть у нас очень интересные такие находки. Кинжалы. Вот. Из разных башен они. Притом, смотрите, они немножко отличаются. У одной ручка вот здесь короче, на три пальца. А у другой на четыре. Вот. И вот этот вот на четыре пальца – это более древний кинжал. Это, возможно, 17-18 век. Потому что изначально была тактика на четыре пальца. Вот так держали кинжал. И только уже к эпохе Шемелевских войн с Россией вот на три пальца появились кинжалы. Это уже другая тактика борьбы. Все эти артефакты были найдены во время раскопа команды школы каменщиков и реставраторов «Наследие» проекта, реализуемого при поддержке президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Впервые, в принципе, за все эти годы мы провели полноценные археологические исследования башен, склепов, окружающие территории вокруг башен. И многие как бы сомнения там и доводы у нас рассеялись. Мы, по крайней мере, мы теперь знаем, чем жили вот последние 300-400 лет предки ингуший. Свидетели столетий. Сейчас в коллекцию музея входит уже порядка 500 уникальных находок, число которых со временем будет только расти. Все это артефакты, проливающие свет на быт, традиции и культуру жителей ингушских башенных поселений. Открыть музей в отреставрированной средневековой башне – это идея Микаила Гуцериева. Сейчас нам предложили, он же предложил создать уже в другой башне, другой музей, но уже этнографический музей, который будет отображать быт средневековых ингушей. Вот. И мы уже приступили к созданию вот этого музея. Предположительно, мы будем работать над ним около месяца-полтора. И, как говорит Рамзан Султыгов, мало иметь средства и возможность. Нужно еще немалое мужество, чтобы вложить такие большие средства на благо своего народа. От лица научных сотрудников нашей компании, всей нашей компании, обыкновенных простых сотрудников, хотели бы выразить огромную благодарность меценату, президенту фонда «Софмар» Микаилу Савербековичу Гуцериеву за оказанную им помощь в развитии всего этого и в продвижении дальнейших работ по реставрационным работам, по обучению, по вкладу в науку. Это его идея – вкладывать такие ресурсы в науку. Музей открылся лишь недавно, но его уже успели посетить несколько сотен человек. И хоть сегодня не день посещений, но гостям из Евпатории и Симферополя в экскурсии не отказали. Впрочем, на радушный прием ингушским энтузиастам крымские татары ответили небольшими подарками. Я желаю благополучия вашему народу на родной земле, процветания, преумножения. Берегите друг друга. Мы с удовольствием приезжали, приезжаем, будем приезжать в гости, приглашаем вас в Крым. И я хочу от крымских татар оставить вам в дар вот такой вот подарок, вышивку. Спасибо большое. Это для музея? Для музея. Мне было очень приятно, что у ингушетии есть такие меценаты, как Микаэл Гуцериев, который восстанавливает вот эти башни и возвращает те камни из прошлого. И, как я уже говорила, тем самым строят ступени в будущее. Здесь мы побывали в музее, который только начинается, у него большое будущее, где собираются те предметы, которые хранила эта земля до сегодняшнего дня, и которые наверняка будут очень ценны тем, кому ценно все, что связано с этой землей. Спасибо большое за такое прекрасное путешествие. Открытие музея – значимое событие не только для региона, но и для всей России. Он привлечет внимание историков, археологов и туристов, способствуя сохранению и популяризации уникального культурного наследия ингушского народа. Музей открыт для посещения и ждет своих посетителей каждую пятницу. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Яндиев, Магаз-24.